Однажды ко мне в гости во общежитие пришла моя подруга. Мы сидели, пили чай и весело разговаривали. А вдруг в комнату вошла моя соседка по комнате, и мы увидели, что она была очень сердита. Она на нас смотрела, а потом моя подруга мне сказала, дело пахнет керосином. Давай пойдем на улицу. Я знаю, что керосин очень плохо пахнет, но в комнате я никакого запаха не почувствовала. Поэтому мне было очень интересно, почему же моя подруга так и сказала. Дело пахнет керосином. Крылатая фраза означает, что дело принимает неожиданно опасный и неприятный поворот. У этого крылатого выражения, как и у многих других, есть конкретный автор. В 1924 году в газете «Правда» знаменитый по тому времени журналист Михаил Кольцов опубликовал свой очередной фильетон, который назывался «Все в порядке». Но на самом деле это было сказано, конечно, с иронией, поскольку речь шла о крупном коррупционном скандале в Америке, в Калифорнии по поводу разработки месторождения нефти. И в этом скандале оказались замешанные, высоко поставленные чиновники. Все привело к увольнению нескольких чиновников. И вот по этому поводу Кольцов написал свой фильетон. И в нем были такие строчки. Американцы подозрительно потянули носом. Из Белого дома яственно попахивало чем-то горючим. Нефть не нефть, а что-то вроде очищенного бензина чувствуется. Кое-кто из судебных следователей оказался не без греха. У одного несколько нефтяных акцишек завалялось на самом дне кармана. Другой еще совсем недавно получил за прекращение нефтяного дела взятку выше средних размеров, крепко и убедительно пахнувшую керосином. Вот с того момента, с того случая, с того фильетона, мы и стали часто употреблять эту фразу. Продолжение следует...